Привет ребята, это Лиза и сегодня я снимаю видео, как сделать красивую раскладку в инстаграм в светлых тонах. Если вам интересно, то поехали! Итак, чтобы сделать красивую раскладку, нам нужно определиться с ее темой. Например, я собираюсь сделать весеннюю раскладку. Для основы я использую белую кофту и пол. Кофту я складываю небрежно для большего уюта. Также я смяла лист А4, чтобы сделать его винтажным. Дома я не нашла фотографии данного формата, поэтому взяла карточки с фоторамки, чтобы в фотошопе наложить на них фотографии. Осталось все красиво разложить. Чтобы наша фотография выглядела живее, я решила добавить немного цветов. У нас же весна. Кстати, я не люблю, когда фотография захламлена, поэтому использую как минимум предметов. В раскладке я решила добавить свечку и пробковую крышку. Я люблю светлые пастельные тона, поэтому использую все самое светлое. Но если вы любите темные, то используйте темные. Потому что все зависит от вашего стиля и от того, что вы больше любите. Осталось найти красивый ракурс и наше фото готово. В поиске нужного ракурса я сделала очень много фотографий. Всегда помните, хорошее освещение это залог успеха качественной фотографии, поэтому свои снимки нужно делать именно при дневном освещении. Также я считаю, что у каждой фотографии должен быть свой смысл, а не просто набор различных деталей. Не бойтесь экспериментировать. Меняйте местами детали, пока вы не увидите то, что вам действительно понравится. Я очень люблю добавлять цветы к фотографиям, будь то живые или искусственные. Это смотрится намного выигрышнее. Также вместо книги вы можете взять какие-либо рисунки или открытки. А открытки можно купить в цветочных магазинах. Вот такая фотография у нас получилась, и вы можете посмотреть ее в моем профиле в инстаграме. Пришло время для второй раскладки, и я беру шорты и табличку, которая висит у меня на двери. Также, как и в предыдущей раскладке, нам понадобится карточка из фоторамки только в роли подсвечника. Веточка хлопка. Тема этой раскладки утро, поэтому я беру кружку, и опять же светло-винтажного стиля. Еще я решила взять немного растений, чтобы придать фотографии воздушности. Теперь осталось разложить так, чтобы нам нравилось. Фотографируем и ищем нужный ракурс. И да, не удивляйтесь, что в кружке нет содержимого. Это мы сделаем в фотошопе. Как я уже говорила, не бойтесь экспериментировать. Меняйте вещи, ракурс и так далее. Никогда не складывайте все предметы в одно фото. Вы можете использовать те же предметы, что и использовать для предыдущего фото. Это будет еще лучше. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Возможно, таких видео будет еще больше. Ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok